Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня российский кристаллограф, теоретик и химик Артем Аганов. Артем Ромаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также звоните из-за рубежа код плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Ну, все мы знаем о том, как выглядят кристаллы. Ну, по крайней мере, визуально знаем уж точно. Но вот что они представляют из себя внутри, это, наверное, уже гораздо сложнее. Вот как бы вы могли описать кристалл снаружи и внутри? Кристаллы – это тело, в котором атомы уложены упорядоченным периодическим образом. На самом деле, вот это утверждение про периодичность сейчас поколеблено. Открытием квазикристаллов – это упорядоченные твердые тела, которые имеют непериодическую структуру. Но их сейчас тоже включают в определение кристаллов. То есть, если ваше твердое тело имеет правильное регулярное расположение атомов, то вы можете его называть кристаллом. Ну, химический состав кристалла на поверхности и внутри, он отличается? Может. Может. Поверхность кристалла на самом деле очень чувствительна к условиям внешней среды. Если вы, например, увеличиваете концентрацию кислорода в воздухе, который контактирует с поверхностью кристалла, то на поверхности кристалла могут образовываться особые химические соединения, обогащенные кислородом. Ну, это один из примеров. И на самом деле структура поверхности может очень сильно отличаться от структуры внутренности кристалла. Атомы там могут довольно сильно перестраиваться, образовывать совсем другие химические связи и так далее. Вы занимаетесь предсказанием, в том числе, кристаллов. И вот это интересно, учитывая, что вы предсказываете то, чего еще нет. Правильно мы вас понимаем? Абсолютно. То есть, как это происходит на практике, как это выглядит и для чего это необходимо? Давайте я начну с того, для чего это необходимо. До недавних пор люди открывали новые материалы и новые химические соединения методом пробы ошибок. Смешивали разные компоненты в разные пропорции, при разных давлениях и температурах, с разными катализаторами, разное время нагревали и так далее. И получалось то, что получалось. Иногда то, что получалось было интересным, обычно то, что получалось было неинтересным или уже известным. В общем, такой метод пробы ошибок, который дает огромное количество таких попыток неудачных и очень малое число удачных попыток, когда вы действительно можете создать новые материалы, открыть какое-то новое интересное соединение и так далее. С помощью нашего метода вы можете избежать всех этих мучительных попыток экспериментальных и задать вопрос компьютеру. А вот какие соединения будут устойчивы, какие соединения будут возможны, а вот какие материалы с каким составом будут обладать наилучшими свойствами для моего конкретного применения. Например, вам нужен материал, который был бы очень легким, очень прочным и одновременно магнитным. Ну, например. Вот какой материал обладает наилучшей комбинацией этих свойств? Вы можете такого рода задачи уже сегодня решать с помощью моего метода. И затем, зная этот материал, который может быть уже известным людям, просто, может быть, люди не задумались о том, что этот материал обладает вот именно такими свойствами. Не все свойства у всех материалов измерены. Либо это может быть совершенно новый материал, еще неизвестный человечеству. И вы его предсказали до того, как он экспериментально синтезированный. И потом экспериментаторы идут в лабораторию и, получая тот материал, рождают тот материал, которого раньше не было, который предсказали мы. То есть вам не нужно делать миллион бесплодных попыток, чтобы найти один интересный, важный материал. Вы можете сразу же этот материал предсказанный синтезировать. То есть каждый метод предсказания, с помощью которого вы работаете, для кристаллографии – это открытие, такая уникальная находка, получается? Каждый такого рода расчет, да, каждый такого рода результат – это открытие, это находка, да. Нам не приходится тратить время на бесплодные поиски черного кота в черной комнате, тем более, что черного кота может и не быть. Мы с самого начала знаем, есть он или нет, и знаем, где его искать. И сколько времени занимает расчет? Ну, расчеты бывают разного типа. Некоторые расчеты до смешного просты и быстры. Некоторые расчеты такого типа можно сделать, например, за один месяц. Как эксперимент, пришлось бы делать, скажем, порядка года или двух. Но есть расчеты, которые занимают достаточно много времени, да? Полгода у вас был один месяц. Есть. Самый долгий расчет, который мне приходилось делать, длился даже больше года. Но этот расчет покрывал область исследований, которой занимаются люди уже несколько десятилетий. То есть даже в этом случае расчет существенно экономит силы экспериментатора. Вот это то, зачем мы это делаем. Как мы это делаем? Ну, опять же, нам требуется суперкомпьютер. Кстати, сейчас необходимо в суперкомпьютерах потихонечку... Ну, не то, что уменьшается. Это было бы неправильно сказать. Но я бы сказал так. То, что раньше можно было делать только на суперкомпьютере, благодаря методам искусственного интеллекта, сейчас можно делать уже на лаптопе. Но в суперкомпьютере необходимость, наверное, не отпадет никогда. Потому что мы теперь можем замахиваться на более амбициозные, более сложные задачи. И уж они будут требовать суперкомпьютера. Суперкомпьютер, вы упомянули. А вот квантовые компьютеры, Андрей Самбенес, один из лидеров в создании, в теоретическом создании квантовых компьютеров, он живет в Латвии, как раз является латвийским профессором. Но квантовые компьютеры еще находятся, конечно, на такой зачаточной стадии. Но, тем не менее, для вас ожидание квантового компьютера, оно насколько актуально? То есть в кристаллографии они могли бы выполнять свою функцию? Еще как. Еще как. Если квантовый компьютер когда-нибудь станет реальностью, в повседневных исследованиях, в расчетах таких, то это будет революция. Причем это будет революция сразу с двух сторон. Во-первых, квантовый компьютер дает надежду, что удастся решать, точно решать, уравнение квантовой механики без приближения, именно точно, за разумное время. Но это само по себе революция, конечно. А во-вторых, то есть мы избавимся от тех приближений, которые вынуждены делать в расчетах. И, возможно, эти расчеты будут даже быстрее. А во-вторых, квантовый компьютер очень хорошо приспособлен для решения задач глобальной оптимизации. И то, что мы делаем, сухим языком наукообразным, называется глобальная оптимизация. Когда вы должны предсказать структуру и состав вещества, обладающего, скажем, наилучшими свойствами или наибольшей стабильностью, вы в такого рода задачах ищете, скажем, одно решение из триллиона возможных. Это очень сложная задача. Даже триллион, на самом деле больше. Триллион, умноженный на триллион, умноженный на триллион, еще раз умноженный на триллион. Вот такое множество возможных решений, оно неперебираемо. Вам нужны особые хитрые алгоритмы, один из которых изобрел я, которые позволяют вам вот эту иголку в бесконечно большом стоге сена найти. Но нет гарантии, что вы действительно найдете. На самом деле вы можете ошибиться. А на самом деле задачи иногда могут оказаться настолько сложными, что даже наш алгоритм современного его состояния не справится. А квантовый компьютер справится. Причем сделает это, вероятно, достаточно быстро. Так что если квантовый компьютер станет реальностью повседневных исследований, то это революционизирует нашу область дважды. Во-первых, по части расчета свойств и энергий кристаллических структур. Это принципиально важно. Мы сможем избавиться от приближения, расчеты станут точными. А во-вторых, по части глобальной оптимизации. Вот поиск иголки в стоге сена станет гораздо более надежным и быстрым. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, задавайте свои вопросы. Вот вопрос от Дмитрия Бочарова, квантового химика, который, кстати, помог организовать с вами интервью. Он как раз в Фейсбуке его задает. Я зачитаю. Сейчас большая часть исследований направлена на прикладные практические вещи. Улучшить, например, какой-то материал для применения в LED или мобильных телефонах и так далее. В свою очередь, на глобальные исследования без приложений здесь и сейчас деньги небольшим группам выделяют труднее. Большие проекты вроде ЦЕРН еще и нередко осуждаются простыми обывателями, когда они узнают стоимость проектов. Зачем вообще нужна фундаментальная наука? Вот такой вопрос, Дмитрий. Ну, вся прикладная наука выросла из фундаментальной. Вообще, не требуя доказательства, тот факт, что без науки не будет развитой экономики. Невозможно построить развитую экономику, если у вас нет наукоемких производств, своих технологий и так далее. Это высокоприбыльная штука. Невозможно, например, стране быть обороноспособной без высоких технологий. Уходы выигрываются не количеством солдат, а технологиями. Невозможно построить общество с высоким качеством жизни для того, чтобы лечить людей, лечить их болезни, продлевать их жизнь и так далее. Необходима наука, необходимы технологии, медицина и так далее. Транспорт, завязанный технологией. То есть, вся наша жизнь, она требует высоких технологий, а высокие технологии требуют науки. Понятно, что прежде всего нужна людям наука прикладная. Если вы скажете обычному человеку с улицы, что вы можете изобрести аккумулятор, который в два раза дольше держит электричество, будет питать его сотовый телефон, его это очень заинтересует. Если вы ему скажете, что вы что-то сделали с алгеброй Ли, или что-нибудь такое весьма и весьма абстрактное, или доработали теорию струн, обыватель на улице вас не поймет. Но, тем не менее, можно практически гарантированно говорить о том, что даже эти вещи, сегодня далекие от практики, рано или поздно в практику войдут. Причем войдут с самым необычным, с самым неожиданным способом. Мы не можем предсказать, как фундаментальная наука аукнется в приложениях. Могу вам привести пример. Мне кажется, это яркий пример. В Дубне, под Москвой, есть уникальный институт, Объединенный институт ядерных исследований, где синтезируют сверхтяжелые элементы. Вот большинство недавно открытых химических элементов таблицы Менделева сделаны там, в Москве, в Дубне. И эти исследования, строго говоря, не имеют никакой практической ценности, потому что люди синтезируют считанные атомы. Ну вот синтезировали там, не знаю, пять атомов. Как вы можете использовать пять атомов? Никак. Казалось бы, практически выхлоп от этой работы нулевой. Но это не так. Дело в том, что делается это все на особых ускорителях частиц. И эти ускорители частиц можно использовать, например, для создания великолепнейших мембран. Когда вы берете такой полимерный лист и обстреливаете его теми же самыми частицами, с помощью обстрела которых вы создаете эти новые элементы. Возникает вот этот вот лист с большим числом дырочек. И эти дырочки способны удерживать даже самые мельчайшие бактерии, например, или вирусы и так далее. Это уникальная мембрана, которую другим способом вряд ли вы бы смогли создать. Это абсолютно практический результат. А кто бы мог подумать, где синтез сверхтяжелых элементов в количестве пять атомов в год, и где польза человечеству. Да вот, они рядом. Ну вот, о пользе человечества. Вы ведь занимаетесь разными классами материалов в лаборатории. Как вы сами говорили, недавно начали заниматься и лекарственными препаратами, и белками. Вот о них мы тоже можем узнать больше, благодаря кристаллам в том числе? О них мы благодаря кристаллам и узнаем. Должен вам напомнить, что люди расшифровали структуру ДНК именно методами кристаллографии. Как это было сделано? Мы взяли молекулы ДНК, много-много молекул ДНК, и закристаллизовали их. То есть сделали кристаллик. Облучили его рентгеновским излучением. И рентгеновские лучи, когда проходят сквозь кристалл, они отражаются от особых плоскостей с плотным расположением атомов. И если вы можете поймать вот эти отраженные рентгеновские лучи, как бы солнечные зайчики, померить их интенсивность, их расположение, то вы затем можете решить структуру кристалла, то есть понять, где там расположены атомы. Именно так была расшифрована структура ДНК и понят механизм наследственности. И именно так были поняты расшифрованы структуры огромного числа белков. Вот первые структуры белков были расшифрованы именно так. Ну а что касается лекарств, то твердые лекарства, львиная их доля, являются кристаллическими веществами. Мы изучаем их структуры, опять же, методами кристаллографии, конечно. Так что здесь кристаллография оказывает просто колоссальную помощь. То есть, когда Гёте говорил о том, что, изучая в том числе и кристаллографию, говорил о том, что это красивая наука, но она абсолютно бесполезна, читая свои лекции барышням, он ошибался? — Да. Ну, надо сказать две вещи. Во-первых, Гёте сам был кристаллограф, любитель, причем очень приличного уровня. Во-вторых, его лекция была, конечно, своего рода стебом. Ну, он троллил и почтенную публику, и своих коллег-кристаллографов, и самого себя. В-третьих, все-таки доля правды в словах Гёте на тот момент была. Потому что тогда кристаллография занималась, скорее, изучением формы кристаллов, как чего-то красивого и математически элегантного. Но форму кристаллов как вы примените в последней жизни? Да никак. Ну, была отработка математического аппарата, который на тот момент был абсолютно вещью в себе, но сейчас дал колоссальные плоды. Это то самое, про что я вам говорил. Вот как какие-нибудь группы Ли, или еще какая-нибудь, казалось бы, фигня типа теории струн, сегодня никому не нужная и нигде не полезная. Вот, помяните мое слово, если через 200 лет вы вернетесь на Землю, вы обнаружите, что эти вещи дают колоссальные плоды. Вот точно так же теория симметрии кристаллов и математическая теория формы кристаллов, которую во времена Гёте разрабатывали люди, просто ради своего кайфа. Сейчас используются повсеместно. И без этого невозможно создание вообще никаких технологий, связанных с современными материалами. Вот так вот поменялось оно. Да, говоря о противоречиях, вы в одном из интервью и лекций, вы поздравляли всех двоечников, выпустили статью о нарушениях уже устоявшихся каких-то правил химии. Вот как возникли эти запрещенные химические соединения и что это? Ну, возникли они, помимо наших желаний, они просто существуют и всё, как некая объективная реальность. Идея заниматься этим возникла у меня ещё в школе. Вот смотрите, любой химик, как ученик, так учитель, он скажет, что хлорид натрия – это непременно натрий-хлор, с равным числом атомов натрий-хлора. Почему? Потому что натрий может принимать только заряд плюс один, хлор только минус один, и другой пропорции вы просто не сможете получить электрическую нейтральность в кристалле. Они могут быть только пропорцией один к одному. Но вот такой вопрос, который я себе задал где-то там в старшей школе, состоит в следующем. Представьте себе, что половину атомов, например, натрия я заменяю на хлор. Или половину атомов хлора заменяю на атома натрия. Получается другой химический состав, правильно? И любой химик мне скажет, что это невозможно. Теперь, что значит невозможно? Невозможно значит, что вы можете посчитать энергию с помощью уравнения квантового механики, вот этого вот кристалла. Эта энергия будет выше, то есть по энергии он будет невыгоден. Будет выше некого стабильного состояния. Теперь вот эта вот энергия окажется конечностью. И если вы меняете условия, давление, температура, электрическое поле, магнитное поле, то вот эта вот величина нестабильности, вот эта энергия нестабильности, может либо расти, тогда вот это мое необычное химическое соединение станет еще более нестабильным, еще более невозможным. Либо будет падать. Тогда оно будет все менее и менее невозможным. И в какой-то момент, возможно, оно станет стабильным. И вот именно эту гипотезу я со своими учениками стал проверять. В начале 2010-х годов. И оказалось, что для соединения натрия и хлора, возможно, очень много разных химических составов под давлением. И когда вы меняете давление, вот именно это и происходит. Вот эта нестабильность исчезает. И правила классической химии нарушаются. Для природы эти соединения нормальные. В них ничего запрещенного нет. Это просто вот некая объективная реальность. Но эти соединения не вписываются в наши человеческие правила, которые были созданы путем анализа экспериментальных данных при нормальных условиях. Для нормальных условий эти правила соблюдаются. Для экстремальных условий они нарушаются. Вот, собственно, и все. Этого на самом деле стоило ожидать. Это ничего неожиданного в этом, вообще говоря, и нет. Но получается, что вы своей деятельностью, в том числе, говорите о том, что и химия, и другие науки, собственно, гораздо больше наших представлений. Да, если бы было не так, то наукой было бы заниматься исключительно неинтересно. Мы занимаемся наукой потому, что все время возникают какие-то новые штуки, которых раньше не было, которых мы раньше не знали. Наука – это область, где приятно быть и можно быть первооткрывателем. Если вы ничего не открываете в науке, то, наверное, вы не на своем месте. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости рекламы, потом вернемся и продолжим. Артем Аганов с нами на прямой связи. Российский кристаллограф, теоретик и химик. Оставайтесь с нами. Вы слушаете радио «Болтком». Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер. Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами по-прежнему. Артем Аганов, российский кристаллограф, теоретик и химик. Здравствуйте, Артем Ромаевич, еще раз. Здравствуйте. Вопрос, который мы получили по Фейсбуку, зачитаю его. «Люди, существа достаточно агрессивны, как показывает ход мировой истории. Не тревожит ли вас, что научный прогресс приводит и к развитию разного оружия, и вроде техническим и подкования, а на деле получается обезьяна с гораздо более мощной гранатой?» Ну, кстати, можно вспомнить еще Эйнштейна, который говорил о том, что я не знаю, каким видом оружия будет вестись Третья мировая война, но Четвертая мировая война будет вестись камнями и палками. Ну вот, кстати, об ответственности ученых в этом смысле. Вы знаете, конечно, тревожит. Конечно, тревожит, но тут есть несколько, это тема сложная, тут есть несколько сторон. Есть сторона простая. Какие-то вещи делать ученому просто нельзя. Ну, например, я считаю, это моя позиция, что американским ученым, равно как и немецким, нельзя было разрабатывать атомную бомбу. Потому что это было оружие, которое они планировали использовать в одностороннем порядке для массового уничтожения людей. И американцы это сделали в Хиросиме и на Авиасаке. Это преступление против человечества, и никакого оправдания этому нет. Вы можете рассказывать какие угодно веселые байки про то, как создавался Манхэттенский проект, как там Фейман со всеми хохмел и острил, какой чудесный был Аппингеймер и все такое. Но эти люди занимались проектом, нацеленным на массовое убийство людей. И, на мой взгляд, я думаю, что я тут не спустили, потому что байки веселые на людей очень хорошо действуют. Это отличный пиар-ход. Но, тем не менее, я свою позицию все-таки выскажу. Я считаю, что эти люди занимались недостойным делом. С другой стороны, когда этим делом занялся Курчатов со своей командой, он делал достойное дело, потому что он создавал противовес жизненной угрозе своей страны и всего человечества. Я считаю, что Курчатов спас Советский Союз. То есть и Россию, и Латвию, и всех прочих. Напомню, что вскоре после Второй мировой войны Черчилль вынашивал планы ядерной атаки на Советский Союз. И Советскому Союзу тогда нечем было ответить. Это была бы просто кровавая бойня. Вот нас с вами бы сегодня не было. К счастью, Черчилля в то время не поддержал один из американских президентов, Рузвельт, что ли, или кто-то еще. Ребята, пожалуйста, тише. И эти планы немножко сбуксовали. Пока они буксовали, Советский Союз уже имел свое ядерное оружие. И на него уже безнаказанно напасть было невозможно. Поэтому видите, как кто разрабатывает такое оружие первым, занимается делом недостойным. Кто занимается вторым, занимается делом достойным. И между прочим, то, что сейчас есть баланс ядерного оружия между Америкой и Россией, во многом является фактором мира в современном мире. Вот я думаю, что не будь ядерного оружия, уже столько раз разгорелись бы страшнейшие войны между этими двумя странами и многими другими. Так что тема достаточно сложная. Я считаю, что совершенно недостойно, когда разрабатывают, например, бактериологическое оружие или химическое оружие, вот эти запрещенные вещи. Ученый этим заниматься не должен. Вспомним, что некоторые великие немецкие, в частности ученые, занимались разработкой Габбер, насколько я помню, Крис Габбер, да? И Нердс, по-моему, Вальтер Нердс, кажется, они занимались разработкой химического оружия для Германии. Это нельзя оправдать никаким патриотизмом. Это оружие массового уничтожения и это чистое зло. Это, значит, первые две стороны. Мои тезисы. Кто занимается разработкой страшного оружия, первым, нехороший человек. Кто занимается ответной разработкой такого оружия, на какой бы стороне это ни происходило, это хороший человек. Третий момент. Чем бы вы ни занимались в деле создания новых технологий, вы должны понимать, что даже самая мирная разработка рано или поздно будет использована в военных целях. И с этим вы ничего не поделаете. Понимаете, какая штука? Когда люди в каменном веке создавали орудия труда, плуги из камня, топоры, чтобы дерево рубить и так далее. Этими же топорами они убивали своих сородичей. Из этих же кремневых орудий они делали стрелы, чтобы убивать не только бизонов, но и людей. Если вы у людей отнимете даже каменные орудия, они друг друга будут убивать кулаками. К сожалению, суть человека, отсутствие оружия, суть человека не изменит. Вот это тоже надо отдавать себе отчет. И я считаю, что от новых технологий больше добра, чем зла. Поэтому ученые должны разрабатывать новые технологии, должны развивать науку. Поэтому, к сожалению, я должен их огорчить. Это рано или поздно будет использовано и в плохих целях. Таков человек, у него есть и добро, и зло, и все, что ему попадается под руки, он использует и в добрых, и злых целях. Ну, вот это вот мой третий тезис. Неизбежно технический прогресс будет вести и к плохим последствиям. Тут ничего не скажешь. Ну, говоря о добре и зле... Говоря о добре и зле и разрушении созиданий, на ваш взгляд, есть ли место чуду в науке? Наука сама по себе является чудом. Понимаете, наука является чудом, когда как бы Мюнхгаузен сам себя вытаскивает из болота за волосы. Мы, будучи частью этого мира, ухитряемся познавать целое. Вот это на самом деле чудо, когда часть способна познавать целое. Вот ваша печенка ведь не может познавать ваши глаза, правильно? А человек является такой частью мироздания, которая может познавать другие части. Может познавать их настолько глубоко и настолько далеко, что это поражает воображение. Сама наука является чудом. Наша способность познавать мир – это чудо. Наука очень много раз приводила к результатам, которые наша интуиция считает чудом. Ну, про запрещенные химические соединения мы с вами уже поговорили, но вспомним, например, теорию относительности. Это еще большее чудо, да? Вспомним про квантовую механику. Оказывается, мир работает совсем не так, как мы думали. Оказывается, у частиц нет траектории. Оказывается, вы не можете одновременно указать положение и скорость частицы. Оказывается, масса меняется в зависимости от скорости. Оказывается, время в системах, которые с разной скоростью движутся, зависит от скорости движения. Это вообще никак не согласуется с нашей обычной интуицией. А теперь вспомните про то, какие бывают звезды, да? Например, нейтронная звезда, которая гораздо тяжелее нашего Солнца, но она размером с Ригу. Понимаете? Она тяжелее Солнца. Высокая плотность. Гигантская плотность. Это ядерные плотности материи. Или там черные дыры, которые все в себя засасывают. Или эволюция звезд. То, как Солнце потом взорвется и поглотит ближайшие планеты вот этой своей массой огненной, которая будет с бешеной скоростью расширяться. Это называется красный гигант, по-моему, да? И так далее. Вот эта вся картина мира, которую ученые создали, она сама по себе, конечно, чудо. Когда вы можете предсказать, как будет Солнце вести себя через несколько миллиардов лет. Ну, это чудо. То, что люди способны это предвидеть, познавать, это само по себе, конечно, великое чудо. На ваш взгляд, если говорить о смыслах, потому что мы можем предсказать поведение Солнца, и, в общем, через несколько миллиардов лет Солнце начнет потухать с ночи, и мы, в общем, сгорим, потому что планета Земля перестанет существовать. И, в общем, это как раз вопрос от частного к общему. Любой человек умирает, и, соответственно, его жизнь заканчивается. Можно рассматривать это с точки зрения религиозной или атеистической традиции. Но, тем не менее, вот на ваш взгляд, то, что человечество обречено в этом смысле, какой смысл нам развиваться и пытаться познать себя? Это вопрос провокационный, потому что ответ на этот вопрос находится вне плоскости науки, а мы же говорим про науку, и уже относится к вашему мировоззрению. Если вы человек верующий или неверующий, ваш ответ на этот вопрос будет принципиально разным. Я думаю, что для человека неверующего смысла особого в жизни нет. Смысл, наверное, формулируется примерно так. Я верующий, поэтому попытаюсь только угадать, что думают на эту тему неверующие. Смысл, наверное, формулируется примерно так. Ну, раз уж нам дана жизнь, и она нам дает какие-то ощущения, постараемся сделать так, чтобы эти ощущения были приятными, чтобы наша совесть была чиста и чтобы мы прошли через минимальное число мучений в ходе той конечной жизни, которая нам дана. И, наверное, такова философия неверующего человека. Философия верующего человека, ну, опять же, зависит от того, какой веры он придерживается. Вер тоже много. Но, я думаю, большинство из них сойдутся в том, что есть некий высший смысл жизни. И человек — это не просто скопление атомов, которые случайным образом скооперировались и дают ему возможность видеть, слышать и думать. А человек — это важное средство в мироздании. И он не исчезает, когда он умирает. И мир не исчезает, когда он умирает. Он преобразуется. В этом, кстати, есть тоже некий закон сохранения. Если вы любите законы науки, закон сохранения в данном случае, наверное, это уместная аналогия. У вас есть разум, у вас есть душа. Неужели они могут просто так исчезнуть? Наверное, все-таки законы сохранения распространяются и на них. Они переходят из одной формы в какую-то другую. Поэтому смысл жизни человека, он не только в тех, скажем, 80 годах, которые человеку отмирены, но он несколько больше. Вот вы в одном из интервью сказали, что в какой-то момент вы понимаете о том, что не верить в Бога больше невозможно. Вот что для вас было этим моментом? Оль, для меня был этим моментом большой личный кризис. Я не знаю, очень ли уместно говорить о религиозных вещах на вашей программе. Уместно все. Уместно все, конечно. Ну, окей. Это мы, значит, переворачиваем научную страничку. До сих пор я с вами говорил как профессионал. Сейчас с вами я буду говорить просто как сосед с подъезда. Просто делиться жизненным опытом. У меня после, ну, во время первого курса университета был глубокий кризис. Единственная в моей жизни депрессия. Люди, которые меня знают, не верят, что у меня когда-либо была депрессия, потому что я очень позитивный человек и очень сильный человек. Но, тем не менее, весь первый курс я провел в депрессии. Это была несчастная любовь после школы. Плюс к тому я переучился, банально переучился. Плюс к тому, вы помните, 92-93 годы. Это были годы на грани голода. Не знаю насчет Латвии, но в Москве это было примерно так. Все то же самое. Ну вот. И вот это вот недоедание плюс личная жизнь такая проблематичная и перегруженность привели к тому, что у меня была страшная депрессия, в результате которой я просто сломался. И сломался как морально, так и физически. Я не мог даже уже учиться. Еле-еле по инерции сдал сессию. Кстати, удивительно, но отлично. Вот читаю 10 минут книжку, что-то бьет в голову такое теплое, и перед глазами все черное. Просто теряю сознание. Вот так выглядели мои ощущения в конце первого курса. И я потерял надежду, что у меня какое-то будущее есть. Потерял уважение к себе, потерял уважение к людям, к жизни. Мне не хотелось жить. Моя мечта на тот момент была, чтобы меня переехал какой-нибудь грузовик. Вот это вот то, к чему свелся мой первый курс. Итог первого курса. И не было никакой надежды на то, что я когда-нибудь из этого выберусь. Я понимал, что дело времени, причем, видимо, небольшого, когда меня просто не станет. И в какой-то момент... Да, причем я пытался как-то из этого выбраться. Пытался там бегать по утрам, обливаться холодной водой, там еще чего-то. Но понимал, что меня не хватало на это. Сила воли была полностью подорвана. И каждый раз, когда вы начинаете обливаться холодной водой, вас хватает на три дня, вы понимаете, что у вас сила воли нулевая, и вы никто. Вы просто слабак. И это еще дальше вгоняло меня в эту самую депрессию. И из этой депрессии совершенно неожиданно для самого себя я вышел в один день. Вернее, в одну ночь. У меня приснился сон, что я родился заново, что я малыш, лежащий в люльке и ждущий появления своего отца. Но не того отца, которого я знал, а какого-то другого отца. И вокруг очень много таких же малышей в люльках. Все вокруг белое, как будто мы то ли на облаке, то ли еще где-то. И я вижу, как ко мне идет Иисус Христос. Я понимаю, что это и есть мой отец, которого я ждал. Неожиданно вот это, оказывается, мой отец. И каждая клеточка моего тела тогда заорала. Просто, знаете, такое ощущение, надвременная реакция, как будто каждая клеточка тела орет. Верю. И я понял, что вот эта вот депрессия меня покинула, что я снова счастливый человек. Что жизнь продолжается, вернее, начинается заново. Но это уже какая-то другая жизнь будет, более осмысленная. И в этом сне я понимал, что это сон, я понимал, что я проснусь. И у меня был ужас. Неужели вот я сейчас проснусь, и снова будет эта депрессия? Неужели вот это ощущение счастья, которое я испытываю сейчас, пройдет? Ну, я проснулся, и это ощущение счастья осталось со мной на все эти годы. Это было 26 лет назад. И это ощущение счастья мне не покидало до сих пор ни на секунду. Поэтому, когда у меня спрашивают, почему ты веришь, я отвечаю очень просто. У меня в данном вопросе нет свободы выбора. Вы сказали о том в одном из интервью, что, ну, поскольку доказать существование Бога невозможно, как и, в общем-то, отрицать, что он существует, вы привели пример двух параллельных прямых, которые не пересекаются. Мы об этом знаем, это аксиома, но доказать мы это тоже не можем. Я, кстати, задумался на эту тему, не как, конечно, как гуманитарий, но мы ведь можем нарисовать две параллельные прямые и увидеть, что они не пересекаются, иначе они перестанут быть параллельными. Вот почему мы не можем доказать существование двух параллельных прямых? Потому что в науке вы должны, как вам сказать, в науке, кстати, как и в жизни, должны быть какие-то незыблемые истины. Должны быть незыблемые истины, на которых вы дальше строите. Можете ли вы построить дом в воздухе висящий? Не можете. Он должен на что-то опираться. Он должен опираться на фундамент, фундамент должен быть в земле. И вот эта земля, она должна быть как бы прочной и незыблемой. Точно так же и научные построения. Они должны находиться на какой-то стартовой точке. Вот эта стартовая точка, начало координат. Ее вы принимаете и дальше не меняете. Чем меньше исходных постулатов, незыблемых, называемых аксиомами, вы положите в начало координат, тем лучше. Но это число незыблемых постулатов не может быть равно нулю. Иначе вы строите дом в воздухе. Дом в воздухе, он не то что упадет, вы его не сможете начать даже строить. Вот точно так же в науке мы начинаем строить здание науки. Медленно, кстати, здание науки строится очень-очень медленно. Вот если вы посмотрите, медленно, но верно. Оно должно быть непротиворечивым, чтобы потом не дать трещину. И мы начинаем с небольшого числа постулатов, которые всем нам кажутся правильными. И вот на этом уже строится все остальное. Все остальное здание геометрии, алгебры, оттуда и физики, и химии, и биологии, и всего остального. И точно так же в жизни, понимаете. Каждый из нас может сказать, а какая мне разница, что есть добро, что есть зло. А возьму, переверну это и буду радоваться злу. А почему бы нет? А, собственно, это что мне мешает? Можно так сказать? Можно. Вы построите какой-то дом в вашу жизнь. Но мне кажется, это будет очень паршивая жизнь. Вот есть какие-то вещи, которые каждому человеку, вот если мы говорим о жизни, о ее смысле, каждому человеку, но если он не больной человек, конечно. Ну так, кстати, больному человеку может быть и параллельная прямая, кажется, пересекающаяся. На самом-то деле. Но вот здравому человеку, нормальному человеку, на самом деле, очевидно, что есть какие-то вещи, которые являются незыблемым добром, а есть вещи, которые являются очевидным злом. Ну, хотите, возьмите там 10 заповедей, например. Да, или возьмите что-то, не знаю, не укради, не убей. Да. Ну, очевидно, что это добро. Вот на таком небольшом числе постулатов, аксиом, вы можете построить свою жизнь. И эта жизнь будет иметь какой-то смысл. У нас зажига, строить жизнь невозможно. Мне так кажется. Так, только что был радиослушатель на линии. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, задавайте вопрос, Александр. Вопрос вашему гостю. Вы вот упомянули 90-е годы. Скажите, пожалуйста, вот некоторые, так сказать, деятели хотят их назвать святыми. Вот как вы относитесь к тому, чтобы их назвать святыми? Спасибо. Ну, Велин назвал их лихими. Вы знаете, это вопрос личных предпочтений. Сколько людей, столько мнений. Но львиная доля людей, с которыми я знаком, не все, но процентов от их 90 с чем-то, разделяет мою точку зрения, что эти годы были трагедии, что святыми их назвать совершенно невозможно. Я понимаю, почему люди называют их святыми, потому что якобы была свобода, можно было говорить, что земля квадратная, что воздух плотнее, чем земля, что белое – это черное, черное – это белое. Такую свободу я не уважаю. Но она была, она была в 90-е. Других свобод, как мне кажется, в 90-е годы не наблюдалось, по крайней мере, я не видел. Ну, была свобода быть нищим. Была свобода быть ненужным и неуважаемым, безработным. Была свобода быть убитым. Была свобода наблюдать, как в центре, например, Москвы. Не скажу про Ригу, кстати, к сожалению, в вашем замечательном городе мне так и не удалось побывать. В Таллине, в Вильнюсе был, в Клайпеде был и так далее, а в Латвии до сих пор как-то вот не удалось побывать. Но я знаю, что это замечательный город, прекрасный. Думаю, что у вас было так же. Но в Москве в 90-е годы, в центре города, в полдень, бандиты могли убивать друг друга гранатами. Вот мне такое общество не нравится. Я когда уезжал из России в 98-м году, я уезжал из страны, которая, как мне казалось, уже умерла. А вернулся в 14-м году в страну, которая абсолютно живая и очень интересная для того, чтобы в ней жить. Но вы по-другому смотрели на Россию из-за рубежа? Конечно. Конечно. Когда я жил в России, я вот тогда, в 90-е годы, я видел, что страна мёртвая, я видел, что страна непригодна для жизни, она пригодна только для того, чтобы из неё уезжать. Из-за границы я понял, как страна преобразуется. Я понял, что на самом деле даже в те самые плохие годы в этой стране был какой-то запас прочности и запас какой-то доброты в ней был. Просто негативные новости его закрывали. И этот запас, со временем запас прочности, запас доброты, запас ума, он всё-таки победил. Добро всё-таки побеждает зло. И, доходя из-за границы, я начал по-новому воспринимать свою собственную страну и понял, на самом деле, одну очень простую вещь. Знаете, кто мне в этом помог? Одна из фраз, которая мне страшно понравилась, была сказана человеком, которого я не люблю, но он, безусловно, умный человек. Билл Клинтон. В какой-то там юбилей моего любимого боксёра Мохаммеда Али, он сказал следующее. Мохаммед Али всех нас научил важной вещью. Кем бы мы ни были, по вере, по расе, по происхождению, мы должны уметь гордиться тем, кем мы являемся. И это включает в себя, в том числе, гордость за свою страну. Как бы она ни называлась, Латвия, Россия, Мозамбик, неважно. В этой стране всегда, как бы она ни называлась, очень много добра. И вот это был важный урок, который я извлек из жизни на Западе. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в эфир программы «Абонент доступен». Да, российский кристаллограф, теоретик и химик Артём Аганов был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо вам, хорошего вам дня. Всего доброго.